Наверное, каждый мужчина знает, что такое удочка или снасти. Рыбалка делится на любительскую или же спортивную. Сегодня телеканал Репортер посетил пруды Надежда. Здесь водится рыба на любое предпочтение рыбаков. От карповых до осетровых. Давайте узнаем все тонкости данного вида развлечения. Фермерское хозяйство основано уже около 25 лет. С самого начала я его строил. Когда-то здесь просто были камыши, водоемов не было. И с командой построили водоемы, запустили рыбу, потихонечку начали развивать. Есть карповый водоем, есть осетровый, есть водоем для хищной рыбы. То есть на вкус практически каждого рыбака, потому что сейчас рыбаки капризные, предложений на рынке много. И поэтому нужно не отставать от времени, чтобы придумать что-то новое. В отличие от промышленного рыболовства, спортивная рыбалка – это вид развлечения. Рыбу ловят, а затем отпускают. Преимуществом такого досуга можно отнести то, что часть отпущенной рыбы выживает, уменьшая депопуляцию вида. Но это происходит лишь при соблюдении норм вылова. Местный рыбак рассказывает нам основные приемы и хитрости в ловле осетра. Я рассказывал, что мягкую рыбину лучше одевать как червя, вот такого плана. Это тоже можно так делать, но для лучшей поклевки жало надо вытащить. Ну и быстрее будет поклевка и рыбина, соответственно, быстрее засечется. Как забрасываем удочку? Ну, все то же самое, как и на карпа. Размах, посмотрели назад, чтобы никого не зацепить. И бросок. Вот вообще, что самое главное, когда вы подсекаете рыбу, чтобы она не сглалась? Держать, держать постоянно надо в натяжку, потому что крючки для спортивной ловли. А сестра желательно не брать голыми руками, потому что у них термоожог. Вот смотрите, на крючок, тут нету зазубрины, ничего нету, он гладкий. Ну, и минимум ущерба рыбине. Сколько это килограмм может быть? Это около грамм 900 до кила. Помимо водоемов, обеспечивающих хороший улов, на территории осетрового хозяйства «Надежда» находятся беседки и дома, где можно провести уикенд в любое время года. Основатель хозяйства рассказывает, что во время первой волны карантина, когда границы были закрыты, а развлекательные центры не работали, рыбалка полюбилась многим сторонникам активного отдыха. У людей платежеспособность уменьшается. Но в целом все равно люди находят время, приезжают, отдыхают. Даже учитывая то, что когда были даже карантинные мероприятия, когда люди не могли себе позволить пойти куда-то в такие места, где большая плотность населения, на рыбалку они могли приехать себе, отдельно посидеть, просто посидеть с удочкой, отдохнуть. И для них это было выходом из сложившейся ситуации, и для нас это тоже позитив. «Надежда» уже на протяжении нескольких лет занимается разведением осетровых. Наш собеседник подчеркивает, вырастить осетра достаточно сложно, а истребить его популяцию очень просто. Поэтому к рыбе здесь максимально бережное отношение. Процедура инкубации довольно сложная. Мы еще приглашаем специалистов, которые нам помогают в этом процессе. Там несколько стадий мы подготавливаем эту рыбу, потом сдаиваем икру и уже весной инкубируем. В прошлом году у нас, вернее этой весной у нас был экспериментальный такой вариант, ну, кое-что получилось, не так, как мы запланировали, но в целом мы уже получали своего малька в этом хозяйстве. В последние несколько десятилетий популяция осетровых резко снизилась, что грозит исчезновением некоторых видов осетра. В первую очередь на снижение численности рыбы влияет деятельность браконьеров, которые в огромных количествах вылавливают ее для получения дорогостоящей икры. Главная задача осетрового хозяйства – увеличить популяцию осетра, которого с каждым годом все меньше. Основатель фермы говорит, что все делает своими силами. От государства просит только не мешать. Ну, поддержки, конечно же, никакой нету и быть не может в нашей стране, потому что так устроена система. Я вам скажу, за последние 10 лет хотя бы ослабили хватку и перестали так усиленно мешать. Особенно местные власти, как бы, есть какое-то взаимопонимание. И моральная поддержка – это уже достаточно. Опытные рыбаки знают толп не только в ловле, но и в приготовлении. Рыбак со стажем поделился с нами своим фирменным рецептом приготовления. К рыбе нужно добавить не только специи, а и сок апельсина и лимона. Этот рецепт подходит исключительно для костра. Осетр разрезали его по хребту. По хребту разделали. Брюшную полость, жирок вот этот, срезается до балыка. Нарезается дольками, можно сказать, ломтиками. Ну, это на любителя. Я всегда режу 3 сантиметра. Полосочка вылаживается на досточку, вот эти полосочки. Берется соль, перец и паприка. Смешиваются в однородную смесь. Ну, это все по вкусовым качествам. Два апельсина и один лимон. Заядлые рыбаки говорят, что лучшее время для рыбалки – весна. Но если сердце просит уединения с природой, то в осетровое хозяйство «Надежда» можно приехать в любое время года. Внутренний туризм в последнее время стал достаточно популярным. А рыбалка – вполне доступное увлечение.